всем привет сегодня у нас будет на обзоре нет ави тюнер не спутникова не т2 а на обзоре будет ноутбук от компании polaroid название ноутбука ноутбук pro series 14 1 дюймов название модели mpc 1445 этот ноутбук очень хорошо подходит для учебы цена у него очень маленькая почти как бюджетный смартфон можно сказать ноутбук по цене смартфона очень хорошо он справляется с задачами самыми простыми очень хорошо подходит для школьников для студентов какие у него характеристики сейчас мы почитаем здесь сзади на коробочке у нас все есть так и у нас внутри процессор intel atom 4 ядерный 1 и 8 гигагерц частотой встроенная intel hd графика gen 7 разрешение экрана 1366 на 768 точек 32 встроенной памяти но расстраиваться не надо что так мало встроенной памяти я вам потом позже расскажу почему оперативной памяти 2 гигабайта ddr3 дальше есть картридер макс 64 гигабайта вот поэтому есть картридер 64 гигабайта этот ноутбук можно картой памяти расширить до 64 гигабайта для хранения фото и видео поэтому нужно докупить карту памяти он здесь подходит такая как на телефон только желательно конечно выше классом брать побыстрее чтобы она была и 64 гигабайта максимум можно расширить есть выходы usb 202 штуки есть hdmi выход для подключения ноутбука к монитору или к телевизору камера 2 мегапикселя встроенный wi-fi модуль и bluetooth 40 также здесь очень хорошая батарея 10000 миллиампер ну где-то 56 работы без зарядки вполне справиться и зарядное устройство 5 вольт 2 и 5 ампера вот такие характеристики ну и сейчас мы посмотрим какой он внутри коробочки это ноутбук уже был поэтому их к нам страну завезли некоторую партию с франции их выпустили специально для французских школьников и студентов но у нас они уже с европы как бы вот и для обзора вам сейчас покажу так вот такая у него зарядочка как вы видите она 5 вольт 2 и 5 ампера такая обычная зарядное устройство легенькое то сейчас у нас здесь сам ноутбук так еще есть такая мануалочка чтобы изучить на мануалочка на английском на французском языке ну азы здесь все можно посмотреть взять ну и вот сам ноутбук он конечно обклеен наклейками ну сейчас так дети любят всего прекрасно здесь вот такой значок у значок который светится при включении сам ноутбук как вы видите клавиатура черная сенсорная панель для мышки кнопка включения надпись полароид сейчас мы его включим посмотрим так вот при включении вот такая заставочка полароид установлены windows 10 кстати в этом ноутбуке хоть и 32 гигабайта но удается 100 гигабайт облачного хранилища в android бесплатного поэтому сейчас более все в облаке так что всю информацию все файлы если зарегистрировать аккаунт можно хранить и в облаке 100 гигабайт я думаю для этого достаточно сейчас много приложений работает через облака такие как офис и другие много игр через и облака так что 100 гигабайт облачного хранилища вполне хватит для этого ноутбука сейчас покажу как сзади сзади вот такая подсветка вот вы видите подсветочка как яблоко выпало немножко он и похож на ноутбук вот такое давайте пройдемся по разъемах здесь у нас разъем питание выход usb выход usb 2.0 и hdmi спереди он такой с этой стороны у нас картридер для расширения памяти с помощью карт памяти до 64 гигабайт можно расширять подключение наушников если вам не нравится звук в колонках микрофоне можно наушниках а вот и еще один usb выход для подключения других устройств или внешних жестких дисков меню парометры здесь первое меню система вот можно настроить изменение яркости встроенного диспоплея можно дисплей сделать более тусклым или более ярким кто как любит но это все зависит от экономии батареи масштаб их разрешение экрана и все ориентация дисплея другое это все дисплей можно настроить звук динамики наушники общая вот видите добавить общую громкость вот тоже выбирается микрофон но это все как бы тоже все нас правило каждый под себя настроить кому какой нужен звук проверка микрофона вы как видите я но на хорошем расстоянии от ноутбука но микрофон чувствительный поэтому микрофон хороший дальше уведомление действия тоже можно получать уведомление от приложений или нет это тоже все настроить каждый под себя фокусировка не мания это можно она сейчас выключенная выберите уведомления которые приходят и можно вот настой настроить и например в вечернее время не будут уведомления приходит приходить или будут вот например в 2300 по 700 можно выставить свои правила на это тоже каждый настраивает по себе кому как нравится питание спящий режим можно при питании батареи после четырех минут выключать экран можно от сети 10 минут и спящий режим можно отключить выключить тоже каждый под себя настраивает режим батарея тоже можно настроить экономные режима или производительный но тоже если выставить экономные батарея будет больше держаться для увеличения длительности работы от коммулятор 2 при низком заряде выраничение уведомлений и фоновых действий это если включить при 20 процентов зарядки будут отмечать и лишнее приложение чтобы ноутбук больше работал но тоже каждый под себя может ну как я говорил ноутбук мне понравился для просто выполнения простых задач для детей для школы для обучения это идеальный вариант потому что дешевая цена очень дешевая за такую цену получаются отличные устройства встроенные 32 гигабайта памяти которые можно расширять с помощью карты памяти 60 до 6400 4 гигабайт и еще присутствует облачное хранение лище 100 гигабайт в котором можно хранить фотографии видео и другие там даже приложение так что можно посмотреть на такой вариант для обучения ребенка для школы так что можно присмотреться к такому варианту хорошая вещь тихий быстрый для выполнения несложных задач очень хорошо он подходит поэтому советую вам обратить внимание на эту модель вот такое видео всем спасибо на просмотр и до новых встреч